Здравствуйте, мои маленькие и взрослые любители пошаговых стратегий, и особенно Сидмерс Цивилизейшн 6. Вы видите и слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет, и я продолжаю на уровне сложности божество за Грузию проходить эту самую шестую циву с челленджем, с особенностями, но об этом всём в первой серии, ссылка в прикрепённом комментарии в описании. Если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше туда перейти и всё, собственно, узнать, какие у меня тут ограничения и как я должен побеждать. Спонсоры канала традиционно все серии видят сразу, спасибо им большое за поддержку, и давайте продолжим. Грузия вышла в героический век, грек, кстати, в обычный, но я точно беру монументальность, точно возьму вольнодумство, потому что у меня в центре коммерции. Вот тут вопрос, взять евангелистов, дополнительные действия, ну и, блин, я не буду распространять, то есть в моих городах я уже более-менее распространил. Да, и, кстати, обратите внимание, вот сейчас вот эта способность, бонус устремления вольнодумства, видите, одно очко эпохи за озарение, за каждое построенное здание на науку, за каждый построенный специализированный район, это особенность Грузии, это именно особенность Грузии, только у Грузии такое бывает, что в золотом и героическом веке вы всё равно получаете очки эпохи. Кстати, может тогда исход евангелистов всё-таки взять? Ну, блин, плюс одна культура за каждый специализированный район, тоже круто. За постройку зданий с ячейкой для шедевров, вдохновение, наверное, всё-таки, нет, не буду. Перо и кисть, исход евангелистов. Ну, блин, я не могу тут всё равно побеждать верой, да и... Прошлая партия за Грецию меня просто утомила побеждать верой, это так-так скучно. Так, значит, теперь два, наверное, города. Вообще, давайте глянем на самом деле. Сюда у нас идёт поселенец. Вообще, ещё сюда может влезть, но это надо Аютхаю сначала будет брать. Так что у нас сюда город ещё есть и сюда. Я тут не хочу, по идее, тут может даже и два влезет, типа сюда, например, и сюда. Да, но лучше один поставить, но такой серьёзный. Так что нам надо два поселенца. Давайте сначала первого купим. Ух ты, 320 стоит. Блин, не так-то просто будет. Ну ладно, нам ещё буквально, ещё на одного поселенца, я думаю, мы накопим веру. Я уверен, что мы накопим. Тут мы подходим нападать на горе. Ой, на горе, что я говорю, на Аютхаю. Ну, как минимум, пока чай. Или, блин, уже напасть. А лучников я не открыл ещё, да? Давайте мы лучников откроем. В Тбилиси я рынок построил. Нужен торговец. Или прачника ещё сделать пока. Два хода. А что мы тут... Давайте я, наверное, поставлю... Ну, у меня чёрная карточка просто стояла, она ушла. Создание строителей, производство, от всех торговых, покупка клеток. Поселенцев я не буду строить. Ну, давайте. Антикавалерийских ближнего и дальнего боя. Пока так поставлю. Следующим ходом я всё равно открою теологию и бонусы... Хотя бонусы соседства священного... Они пока мне мало дают. Я думаю, что нету смысла вообще бонусы соседства священного места ставить. Так, значит, теперь у нас прачник должен за один ход. Я как раз успею. Три прачника будет. Ну что, объявим войну? Или лучше дождаться апа в лучников и тогда уже нападать? Так, вообще, сколько у меня юнитов? Это будет три, четыре, пять, шесть, семь. Семь. Надо как минимум ещё один. Надеюсь, этого скаута не убьёт. Ну, Александр может засоюзить, конечно. Так, ну мне надо будет ещё, наверное, юнит построить, чтобы наёмников ускорить. Правда, всё равно сейчас не использую. Да, надо будет ещё один. Пока не буду атаковать, дождёмся открытия лучников и лучниками уже этого дуболома убьём. Так, а тут я продолжаю следовать территорию. Да, конечно, у нас полностью... Очень интересное, конечно, расположение. Так. Голосование плюс сто. Ну... Я бы проголосовал, чтобы не давали бонус научные ГГшки. Вот так. Так, плюс десять к боевой мощи православия. Ну, я не думаю, что это пройдёт, правда. Да и мне пофигу, у меня нету рядом религий. Нет, прошло к православию, кстати. Все, наверное, за свою проголосовали. Не Александр за православие. Ещё какая-то ненайденная... А почему за православие четверо проголосовало? Я не понял. А знаете ещё в чём прикол? Кстати. У нас почему-то до сих пор две религии, хотя всех апостолов разобрали. Обратите внимание. То есть ещё три апостола почему-то не основывают религию. По какой-то вообще непонятной для меня причине. Так, ну этого я бы сюда ставил. Игра предлагает прямо сюда. Давайте пока дойдём хотя бы. Храм я Гурдвару покупать будем, видимо. Или амбар, или кампус. Нет, подождите, стоп, стоп. Правительственную площадь, конечно же. Правительственную площадь. Да, тут вторая, смотрите. Здесь вот сюда пройти, считайте, в одну клетку, да? Проходы здесь, смотрите, одна клетка и тут. А тут долина. И потом опять проход. Два прохода в одну клетку. Фига тут меня огородило от всего. Так, я бы тут строителя купил, наверное, за деньги. Строителя точно надо покупать. Блин, или оставить деньги на ап. Юнитов. 110. Прачников там явно будет 60 стоить. Ладно, оставлю на ап. Юнитов. Как строители не так мне нужны, как вот война. Ну, блин, мне, правда, ещё таран нужен. Там только древнего мира стены. Да, древние стены. Ну, у меня, в общем... Блин, давайте, может, таран в горе. Шесть ходов вместо святилища. Блин, а святилища еду будет давать? Ладно, давайте святилища дострою. Светилища дострою. Чай у нас обработан. Я бы тогда ещё это железо обработал. Блин, а вот киты. Давайте лучше к китам поплывём. Всё-таки ресурс роскоши — это ресурс роскоши. Подождите, а почему на стратегических ресурсах этот пантеон не даёт, да? Две веры от родников редких и бонусных. Да, потому что на стратегических ресурсах есть свой пантеон отдельный. А, давайте тогда здесь поставим, чтобы веру давало. И пока послов никуда не отправляю. Так, ну я бы в теократию хотел выйти. Что мне для этого надо? Исторические хроники. О, оборонительная тактика. Строительство. Ну вот это я точно не могу ускорить, поэтому я бы, наверное, просто вот прям конкретно сюда ставил. Два кампуса можно попробовать. Город в 10 жителей тоже. Шесть ферм вряд ли. Два рынка вполне возможно построить. Блин, я, наверное, пока с юнита уберу. Конечно, нужен восьмой юнит, но пока... А, подожди, таран. Да, но это ж на это не работает. Создание морских юнитов. Вот, давайте вот это поставлю. У меня там как раз сейчас рабочие закончатся. В Руставе. Я в Руставе галеры. Мне надо галеры будет две построить. И в Кутаисе я построю галеры. Точняк. Гуманитарная помощь. Так, лучники. Что-то этот у нас поплыл китов. Тут мы начинаем галеру. Здесь апаемся в лучников. Шестьдесят, да, как я и думал. Ну, я бы этого тоже в мечника сделал, пожалуй. Сто десять. В Кутаисе жилья не хватает, блин. Надо было, наверное, амбар тут строить. Ладно. Железо получили. Озарение вызвал. Получили очки. Так, ладно. Пока подождем. Посидим. Тут уже камень, пожалуй, обработаю. И железо. Так, пока просто стою. Блин, вообще никаких проходов. Просто вообще охренеть. Фигасе. А это стандартная карта. Никакая, не новый мир, например. Так, две галеры мы еще делаем. Древние стены. Давайте. Слушай, у тебя пастбище не построено ни одного. Ну, вот есть пастбище. А овцы. И все. Впервые, кстати, такое вижу, чтобы... Пастбище обычно одно из самых первых ускорений. Необычная карта сгенерировалась. Так. Ну, пора все-таки объявлять войну Аютхая. Мы пока ее взять не можем, но хоть попрокачиваемся слегка. У нас тут есть юнит, если что. Так, тут атакуем лучниками. Ну, блин, может... Ну, там еще сейчас будет рабочие, ладно. Пока так. Пути нуждается в жильяне. Тут мы чисто на производство. Пела. Ну, я бы обратил, наверное, пелую. Или дальше пока. Но могут убить миссионера. С другой стороны, тут не так просто убить миссионера. Надо встать на его клетку. А саудитири текает. А надо довольно много очков действия, чтобы у тебя было. А здесь такая пересеченная местность, что не особо может получиться. Так, ну что. Наверное, убью. Не должна мне Аютхая убить мечника, так что... Лучше так. Так, я могу следующим ходом, кстати, на ферму встать и вылечиться. Хотя он, блин... Блин, кстати, меня могут убить мечника. Черт. Немножко я ошибся. Немножко я ошибся. Потому что у него тут дорога. И тут... А, нет, холмы. Холмы. Нет, тогда не может. Вообще, дорога же... Да, может. Район же тоже дорогой считается. Хотя тут не нарисовано, но по идее это все та же дорога. А, ну, мечника. Блин, тупанул. Я добыла клетку выкупать. 85 стоит. 31 ход. А, ну я тут, наверное, подожду. Просто постою. Так, ну, я не знаю, мне этим скаутом... Что он тут строит? Кампус. Давайте пытаться свалить отсюда. Тут стен нету. Мы откроем судостроение. Сейчас две галеры сделаю. И скаут сможет плыть. Галеры 5 ходов. А тут... Нет, давайте тут амбар лучше делать. Город плохо растет. Амшан объявил мне войну. Ой, уже в латниках. Черт. Это уже... Это уже не так приятно. Ну, ну, латники... Подожди, а где латники? А, у меня хевсуры вместо латников. Ну, мне надо, видимо, в них идти. Получается... Кстати, мы сейчас математику ускорим, когда построим правительственный район. Так. 65 культуры. Ну... Блин, нет, я опасаюсь все-таки. 65 культуры круто, но сейчас мне мечника тогда точно убьют. Блин, эти ретки... Так, 6 ходов сам присоединится. Ладно. А, подождите, подождите, подождите. Оленей обработать надо. И здесь галера 3 хода. Ну, это я правильно, короче, выбрал. Там бы дольше строилось в Кутаисе. 4 хода. Тут все обработано. Ну, пошли, наверное, в этом городе. Тут зона контроля из-за города. Не дает дальше пройти. Так, сколько нам там требуется для поселенца? 360. Пока копим веру. Ну, веры мне, конечно, не так много. Я просто получаю веру чисто за убийство юнитов скорее. Как раз к моему приходу улучшили клетки. Так, вот, как я и говорил, математика ускорилась. Ну, я пока строю галеру. Вот, строителей я не строю, да? Давайте, может, инсулы поставим. Чудес света. Может, я производство убрать? На торговых путях у меня пока мало бегает. Поселенцев я не строю. Ну, мне все-таки производство больше нравится, чем веру. Сейчас ставить. Если у меня было... Уменьшает покупку клеток, но у меня и денег мало капает. Пока производство оставлю. Так, здесь... Наверное, зал для... Или сначала торговца. Давайте сделаем. Могу нанять губера. Интересный вопрос, кого и куда. Можно, например, мокшу в горе. Чтобы он сильнее тут влиял. Лян, конечно, надо бы... В прибрежный. Но не прямо сейчас, я думаю. Мне кажется, мокшу в горе хочется. Вот мне почему-то так. Даже не пингалу. Ну, потому что у меня мало... Жители в других городах. Мне просто даже некуда пингалу, в общем-то, сажать. А, тут у нас черепашка. Наверное, вот сюда надо будет ставить. Чтобы более-менее доставать. Что-то колесница прям 33. У меня только 35. Мечник второго уровня против колесницы всего лишь плюс 2 имеет. А, все проатакую. Просто исследую озарение бонусу стремления. Район построил бонусу стремления. Говорю, за Грузию намного проще оставаться постоянно в золотом веке. Ну, правда, в данном случае у меня героические. Хотелось бы... В героическом мы уже не останемся больше. Вон, тут отправляет караваны. Надо пограбить будет. Так, а тут ближе не подходим, иначе город нам завалит наших лучников. Да, вот сюда буду ставить город. Каракумы. Так, где-то тут должны быть монголы тогда, видимо. Сейчас у вас тут каракумы. Вот этим что лучше, бананы или камень обработать? Я бы бананы обработал. Хотя бананы дадут деньги обработанные, а камень производства. Наверное, все-таки камень. Еще ГГшку убили. За счет того, что Александрия обратилась в православие, хотя мы в войне с Александром, поэтому три очка эпохи. Судостроение открыли, математику открыли. Все морские юниты плюс один к перемещению. Отлично. И сухопутные могут грузиться. Это как раз для этого скаута у меня. Так, с Гонконгом я не воюю. Наверное, вылечился сначала там. А вон. Это Спарта Горга. Я думаю, кстати, скорее всего, с ней Александр воюет. Ну. И мы будем воевать. Все со всеми тут воюют. Опа. А вот здесь у нас этот... Бермудский треугольник сейчас будет. Причем нам дадут очки эпохи, за то, что мы первые его найдем. Так. Я думаю, пора уже какой-нибудь райончик бахнуть. Как у нас с кампусами? Есть плюс три. Ну, наверное, с гавани начну. Кстати, в Руставе, наверное, имеет смысл попробовать и Геликарнас построить тогда. Блин, аншан приплыл, мешает гавань строить. Вот гад. Ну, давайте амбар, видимо. Пока там аншан. Так, тут стоим, ждем, когда клетка сама добавится. Три хода. Тут 12. Ну, тут побыстрее будет, когда монумент построим. Реформацию ускорили. Кайф. Потому что 8 городов нашей религии, да? Такая предостаточно вера. Но мы копим веру на поселенца. Так что, не тратим. Пермурский треугольник. Ну, пока я в него не могу нырнуть, потому что он в океане. Но так можно будет, когда каравеллы появятся, можно будет проверить, куда он ведет. Первый в мире. Да. Блин, даже против дуболомов не так сильно работает. Ладно, все равно пора атакую. Давайте, наверное, сюда подводить. Блин, мне нужны как-то деньги откуда-то, чтобы... Апать в хифсуров. Ну, хифсуры, кстати, здесь должны неплохо работать, потому что тут есть холмы. Ну что, здравствуйте, Горга. Да, она в войне с Александром. Ну и со мной тоже. Я обязан всем войну объявлять. Ну, плохо, что я не в центре, например. Я тебя с самого краю. Аншан, Гонконг. Не, пока никуда не отправляем. Послов. Тут города, которые мне пока не особо... Ну, хотя Махенджи Даро неплохо культуры будет давать. А, полное жилье от воды. Айдхай тоже неплохо. Она дает 10% от стоимости строительства зданий, но смысл мне тратить на нее послов, если я хочу ее забирать в итоге. Так, я бы на золото. Гонконг еще и хочет караван. А подороже есть в Гонконг? Из Хашури. Я бы, наверное, из Хашури реально отправил. Нет, блин, а из Тбилиси зато он дорогу проведет. Ладно, давайте из Тбилиси. Знаете, это за сузеренью Гонконг, чтобы он с Александром воевал. И он плюс к проектам, да, дает? А ресурсы у него есть? Киты у него есть. Вот он еще китов начал давать, считайте. О, с Римом встретились. И объявляем его. Вот, кстати, с Римом будут проблемки, потому что он на воде, и он может вполне приплыть в эти мои города. Лупасить. Так, слушайте, ну, я бы, наверное, тогда в этих городах стены построил. Плюс вот это плюс 100% к строительству оборонительных зданий надо открыть. Ну и плюс у самой Грузии еще там плюс процент. И надо, в общем-то, стены построить. Так, а стены Средневековья я открыл? Нет, они в замках. А, я уже тут поплавал. Я реально не понимаю, почему они религии не основывают. Почему? Куда делись три апостола еще? Что происходит вообще? Кто их вот взял? Рим взял пророка и не основал религию. Горга взяла пророка и не основала религию. Правильно я понимаю? Потому что симтоизм... А, нет, Рим основал. Как раз Рим основал. Горга взяла пророка и не основала религию. Где он? Храм, амбар, зал для приемов. Нет, наверное, зал для приемов. Давайте. Меня волнует, не приплывут ли меня сейчас отсюда морские юниты. Ауч, рыцарь, латник. Вау, тут атака на горе пошла. Ну, кстати, рыцарь и латник вполне может 37 силы взять. Блин, и не хочется стены строить без карточки. Дехифсуров еще 10 ходов. Нормально, будь здорова. Будь здорова. Сейчас меня Аютхая накажет. Да, ну... Против рыцаря вообще больно. Ладно, просто стоим в городе. Так, сколько ходов? Ну, почему он стал эту присоединять, а не кита? Хм... Ладно, давайте гавань. Так, как бы мне тут сейчас Аютхая не наваляло. Таран немножко бессмысленный сейчас. Так, я бы тут отложил чисто производство для того, чтобы стены сразу строить. Блин, латник вроде не должен ваншотать лучников. Но я бы, наверное, не проверял. Так, тут примерно понятно. Все восточное побережье нашего континента мы исследовали. Так, тут я откладываю производство на стены. Так, ну, в принципе... А, во, могу уже верховую езду ускорить. В общем, я бы, конечно, копейщика построить и попробовать рыцаря им убить. Не, опять ходов. Не, а лучше тогда стены. Ну, то есть он ускоряет, видите, военную тактику. Блин, будет очень неприятно, если он сюда будет сейчас проникать. Ой, Гонконг очень хорошо тут с Александром. Фак! Я вообще не ожидал, что он пробежит, честно говоря. Черт, вот это хреново. Так, оборонительных зданий. Ставим стены. Блин, ну что, минус. Не, они вроде не должны этого лучника убивать. Блин, ну вот с лучником тем не очень хорошо получилось. Так, наверное, я тут не поплыву никуда. Что тут Рим? Будут больно бить, возможно, даже ногами по голове вот этого скаута. Тут несколько гитайров уже Александр потерял. Смотрите, какие какие армии у Рима и Греции. 107 и 180. Просто вообще никакие. Притом, что они не воюют. Ну, Греция воюет с Александром. Похоже, там Александр все-таки горга гнобит. Ладно, постою пока тут скаутом. Не очень представляю, куда мне им бежать. Так, надо, видимо, вот эту клетку шахту тут сделать. Так. Дальше Кого дальше возьмем? Пингала все еще не вижу, куда. Ну, можно, кстати, Магнуса пересадить, возможно, в какой-нибудь новый город. Вот тут можно все тропики вырубить. Давайте, наверное, Магнуса в Ахалкалаке. А, блин, мне ж надо еще посила будет купить. Ладно, я тут решил, может, какого-нибудь поти куплю. Ахалкалаки, а тут нанимаем уже пингалу в Тбилиси. Амбар, есть куда расти. Ну, и гавань, пожалуй. Пока у меня рабочие уже столько клеток обработали, что точника убили, да, жаль. Что хватает для для городов. Так, минус рыцарь плюс 25 веры, зашибись. Так, сколько мне там нужно для посила? 360. О, чуть-чуть осталось. Ну, нам последний город вот тут осталось поставить. китов обрабатываем. Так, а давайте я тут встану. Караван подожду Аютхайский, чтобы его разграбить. Рыбацкое судно можно грабить. Может к нос обратить. я не понимаю, почему не появляются религии. Они же даже не не убиваются. Понимаете, нельзя, апостолов невозможно потерять. Поэтому я не понимаю, куда они делись у компьютеров. так, нет, не убивает он дуболома. я могу представить, что кто-то получил пророка со Стоунхенджи, но даже в Стоунхенджи можно религию основать. есть древние стены, ну теперь уже горе не берется. Так, время центра коммерции. Блин, у меня так мало науки. Вообще кампуса отложил. У меня поэтому и город государство гнобит, что я так отстаю по науке, что я не могу юниты сделать вменяемые. я б наверное дуболомом добил. Блин, не убил. Не убил. Ладно. Так, походу хватает на... Да. Так, либо в поте, либо в кутае. Наверное, все-таки в поте. Быстрее вырастет. Что эти минус один жизнь? Сейчас амбар появится, поте быстро вырастет. 50 здоровья только. Ладно, разграблю. Чтобы счастье не капало. О, блин. Арбалетчик. Ой, блин, и здесь... Не, ну он вроде не должен убивать меня. Ему два хода только встать на клетку, а там он должен еще еретика осудить, поэтому... Видите, я же говорю, тяжело за миссионерами гоняться в чистом поле. Ну, таран мне не помешает. Когда-нибудь да мы займемся Аютхай. так, давайте думать. Как бы так поставить, чтобы все эти крабы захватить. С два, три. Вот если я сюда ставлю, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, вот только до этого не дотягиваюсь. Ну, тогда дотягиваюсь до этой рыбы еще, да? или сюда ставить, тогда я не дотянусь только до рыбы, зато до всех крабов дотягиваюсь. Вот сюда надо. То есть мы будем расти, этот город у нас будет расти за счет крабов именно. Опять этот вернулся, да господи. Тварь, мешает мне гавань строить. Так не хочется с этой стороны галеры делать. О, слушайте, а тут Александр что-то за Гонконг? Нормально уже принялся, черт. Так, Губера прокачивать пингалу на науку. Наверное, или лучше в город. Давайте, наверное, Лян в Руставе. Не хочу пока пингалу качать. Так, тут где того? Должны быть варвары, хочу с ними побороться на кулачках. 2 лисы плюс 4 счастья. В Ахалкалаки плюс 4 счастья. Тут бы рабочего. Так, а за деньги сколько стоит? 225 и 110 за веру. Ну, то есть, эти все тропические леса я бы вырубил, раз у меня здесь магнус, как раз я все очень, очень ускорю. Ну, время храмов. тем более, что это вместо амбара он все равно дает еду. Маяк. Ну, наверное, имеет смысл здесь стены построить, пока у меня карточка стоит плюс 100% к производству. так, и довести город до 10 жителей как раз мне с этим храм поможет. Так, как тут Гонконг? Ну, куда он пошел? почему Гонконг не атакует юниты грека, а идет вперед всеми ранеными юнитами? Чтобы их окончательно убили? Прикол, конечно. Я ничего тут не меняю, наверное. Среди соборницей я бы оставил. К жилью с двумя районами. да, пожалуй, все бы пока оставил. Ну, вот теперь, наверное, блин, элеры. Мне что-то хочется все-таки новых губеров сажать, потому что они дают очень, очень неплохой бонус к росту города, особенно за счет счастья. Не особо интересно, что тут за города у грека. Но этот миссионер прям этот как его? Никитин. Господи, Афанасий Никитин. Кругосветочку. Еще плюс три за счет того, что обратился город, с которым мы воюем. О! А вот и Хефсуры. Я думаю, нет смысла ждать. Я бы, наверное, сейчас апал 150 золота этот, а этот 250. Ладно, пока постоим. Сюда не буду идти, иначе он реально может, сможет меня убить миссионера, стоя здесь не сможет. так, давайте инженерное дело открою для катапульта, а потом ученичество. у меня в девяти городах синтаизм в одном. Блин, такое ощущение, что-то у них с религией сломалось, я не понимаю. Они и новые не основывают, и это не распространяется. сейчас какой-то прикол. Тут на еду нет, ничего не купить. Ладно, тогда лучше монумент быстрее построить. так, лучше отвезти. 250, ну, ждем, когда денежки появятся. Так, этот в горе бегал, караванчик. Давайте смотреть из доступных Хашури Гонконг и Поти Гонконг. Они разграбят ли мне вот это галера мои караваны? Интересно, куда это он поселенца ведет? Ну, он либо здесь, либо здесь только может поставить. серьезно, в Гонконг через через александрию это очень интересный путь будет блин что-то как-то хорошо а в мохенджи даро только в гонконг могу творить в мохенджи даро не могу потому что здесь нету при странно и по почему я не могу в мохенджи даро отправить он бы по идее мог вот так просто бежать давайте попробуем из ахалкалаки все-таки в мохенджи даро проверю зулус зулус тоже с кем-то воюет тут приятно они все с разушкой воюют и я ему объявлю внезапную войну че тут миссия дать такой миссионер тварь ходит все файл объявляет неизвестно где землю но он просто встречает первое попавшееся племя и сразу такой сдохните шингети захватили причем шингети монголы захватили он был в союзниках у зулуса очевидно так делаем хиф суров еще раз смотрим у них плюс 7 к боевой мощи на холмах и нет штрафа за перемещение по холмам замещает латника по сравнению с латником 4845 на 3 сильнее чем латник и еще плюс 7 на холме неплохо вообще не понимаю почему в махин ну тут же вот проход почему в махенджи даро а меня война с ним футы черт как всегда так ну ладно попробую наверное из как у нас бегает из хашури по моему нет это изберись и бегать давайте наверное из поти я попробую отправить я надеюсь убить эту галеру блин уже гонконг осаждается вот эта катапульта катапульта не очень приятненькая ну так этому надо 150 золота столько у нас нету блин может все таки галеры здесь в поте сделать блин ну тут всего ну во первых он дорогу еще раз проведет из поте хотя тут вот эта дорога идет но и она не связана с поте я все таки отправлю в гонконг тут всего одна клетка где этот где эта галера может разграбить караван я думаю что пока нормально будет странно при этом что не считается что я монгола встретил хоть он захватил шингетти но монголы я не со я реально отдельным ком-то полуострове вообще да это он решил все-таки атаковать хашури тупо но сейчас глянем как у нас хефсур сработает против латника 62 против 45 на это его убиваем это было бы один на один посмотреть так теперь нам нужно гурдвары покупать 380 я бы на них копил но тут сейчас бились и куча куча еды по идее после строительства храма гурдвары я строить не буду древние стены я бы наверное построил все древние стены вообще все стены я бы строил потому что это туризм в случае тамары ну то есть нам до цехе цехе это третьи стены в возрождении а без первых двух они просто не построятся 3 единицы туризма 4 единицы веры в золотом веке плюс 100 процентов к туризму и вере каждый ваш посол в городе государстве с вашей доминирующей религией считается за двух послов о кисе в гонконг буду отправлять он будет считаться за два можно аншан еще подождать когда обратиться ауч могут галеру убить черт пожалуй не пойду туда миссионером ну я давно в золотом веке еще куча ходов но еще раз повторю после героического выйти в золотой за грузию вообще изи а потом еще дальше золотые века держать постоянно блин гонконг держись но он слабенькими уже атакуют конечно юнитами пока и галера аншана отплыла так в хашуре я хочу тоже древние стены пока у нас карточка стоит тут лечимся стоим оставляем госслужбу отложить так пойдемте к е домой ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой сейчас минус галера будет катапульта очень больно бьют по морским юнитом к сожалению лин храм или рынок рынок или храм Блин, хочется почему-то храм Ну, потому что он будет еду давать Таракоточка Нет, Сарик, он не стрелял в меня катапультой Решил свалить Так, рудник плюс производство, промышленную зону можем ставить Ой, блядь, тут под... Господи, что я такой невнимательный? Тут под стены встал Ну, стены, может быть, еще не убьют Хотя, зависит от того, какие у него стреляющие юниты Или что-то я... Этими галерами Зулуса, 70, армия, 70 Он, походу, решил ничего не строить больше Не нужны мне юниты Зачем мне юниты? Нафиг надо Так, смотрим Во-первых, мы отложим госслужбу Шесть ферм я, наверное, вряд ли построю Акведук Здесь ставится акведук Возможно, тогда сюда промышленная зона Амбар Хочу ли я тут амбар? Наверное, да Так, тут гавань, маяк И в машиностроение Картография, это две верфи построены Фу, да, не убило Слабоватый-то Все-таки разграбил Блин, он просто вот каким-то образом Они просто понимают, что караваны И пошел грабить это все Меня так это возмущает А Гонконгу пофигу на эту галеру Слушайте, ну Гонконг вроде забирают Тоже, кстати, не очень приятно 154 науки у Рима У меня 46 Охренеть Так, а вот теперь давайте Погравим Сейчас не должна Ают Хая Большой урон наносить Давайте этого тоже апнем Я бы, наверное, этого тоже вернул И через, ну, 150 мы накопим Так, я бы, пожалуй Наверное, подводил Таран Возможно, мы Ают Хаюхи в Сурами возьмем Маяк Так, кампус Есть плюс 3 там и плюс 3 здесь Здесь плюс 4 Ну у нас денег нету клетки выкупать Ладно, давайте тогда просто строителя Причем я бы строил Потому что Ну, тут, во-первых, лян А во-вторых, мне Требуется вера на покупку Курдвар Сейчас еще один караван Наверное, разграбит Угу Ну, блин, а если проатаковать просто Стены древние Это сейчас показывает без Без Тарана Давайте попробуем О Вообще зашибись Да, слушайте Мы должны взять Ают Хаю Не буду тогда грабить район Так, Мохенджи Дара Со мной в войне Тут тоже так надо Под стены не подставляться Амбар в Тбилиси Ну, вот тут водяную мельницу Я уже не хочу Давайте тогда, наверное, Хефсуров Нет, торговцев Блин, а там Будет он грабить Черт Может, Хефсуров Хефсуры Средневековья Карточка на юнитов Средневековья У меня есть Нет Вот феодализм 7 ходов То есть пока До этого Тогда давайте, наверное, караваны До карточки нету смысла Мне кажется Блин, Гонконг падает Все-таки Ну Такие дебильные действия Юнитами Гонконга Как бы он, конечно, потом Нико мне не пришел Но гитайров я уже не боюсь С Хефсурами Тут сейчас стены Хотя Гонконг Со стенами 43 упал Черт Так, пожалуй, возьму Вот так От дальнобойных атак Какой-то требушет 95 силы У Монглова Такое ощущение, что это Единственный его Военный юнит Возможно Так, а имеет ли смысл Кого-нибудь перекупить Из них? Наверное, нет 9, 7 Аншан 8 Ладно, пока нет Я бы, наверное, галеру Построил все-таки Даже без карточки Ну, потому что Я не могу У меня тут все Ну, правда, сейчас Минус Гонконг В любом случае будет То есть мне караваны Некуда отправлять Стало Встретили Чингисхана Сейчас надо ему Войну объявить Открыли арбалеты Ну, и осадная башня Ну, мне пока осадная башня Пока не нужна Так, Монголу Внезапную войну То есть, а что я вылечился Интересно Сейчас меня вот Обстреливал Айут Хай Я почему-то вылечился Все, минус стены Все, стен больше нет Зашибись Айут Хай падает Так, мы Еще двоих не встретили Колумбия О, меняется столицей И Ацтеки Все, мы всех встретили Возможно, имело смысл До следующей эпохи Подержать Встречу со всеми Ну, чтобы Очки сейчас Не набирать Ну, что поделать И Ацтек Давайте смотреть На развитие 132 Колумбия 163 Рим Где они находятся По дереву технологии Ну, пока на одну эпоху Впереди А вот по культуре Я, конечно, отстаю Серьезно В итоге Синтаизм Рима стал В двух городах В двух городах Всего синтаизм Время, как у меня В десяти Ну, это, конечно Я не знаю Аж В чем проблема Я не понимаю Что они сделали С С апостолами Так Кого они перек... А, я больше не могу быть Сюзереном Гонконга Ну, и пока Послов никуда не отправляю Феодализм открыть Да, давайте, наверное Мякать Ни одного Кампуса Нету до сих пор Мне интересно Сейчас пойдет От Гонконга На Хашуре Меняет все торговые пути Давайте для Для Рима И плюс 100% Давайте в кампусах Нет Наоборот Плюс 4 К Трояну Ну, и плюс 100% В кампусах Это норм Не видать Пока Юниты Грека Чтобы они Ко мне шли Да, должно хватить Забрать город А, это Гонконг Бегал, да На золото Вообще Больше нету Давайте, наверное Из Ахалкалаки Я в горе Отправлю вас Мне хочется верить Что он как-то Вот так будет бежать Интересно Зона контроля У военных лагерей На миссионеров Какого хрена Там На миссионеров Зона контроля Работает О, накопил На Гордвару Зашибись 10 ходов Рост Ну, что-то Медленно Растет Тбилиси Наверное Имеет смысл Фермы Какие-нибудь Тут все-таки Поставить Рабочими Ну, я Строителя О, не Строителя Торговца Галера Гавани Ну, конечно Уже со стенами Города Не берутся Ой, блин Под столицей Прям Торнадо Пошло Черт Может Имеет смысл Все-таки Купить здесь Рабочего И фермы Поставить Но у меня Шесть ферм Только одна У меня пять ферм То есть Одним рабочим Я не отделаюсь Так Так А давайте Я Нет Наверное Все-таки Проатакуем А следующим ходом Наверное Разграблю Или я должен Взять Блин, он просто Лечится Этот город Все-таки Может не хватает Мне силы Это хорошо Тут никакого Юнита Внутри Нету Это просто Сорок пять Сам по себе Все только Так Отправляются Ладно Давайте В Тбилиси Тут Рабочий Нужен Поплыли Сюда Вырубать Леса Мне кажется Очень странно Что у военного Лагеря Есть зона Контроля На миссионеров Так Горе Начинает Расти Гуртвару Мы тут Купим Рынок Строитель В Руставе Можно все-таки Район Какой-нибудь Или Промышленная Зона А Мне же деньги Нужны На выкуп Клеток Для Кампусов Для Кампусов Ладно Давайте Давайте Наверное Тогда Амбар Хотя С другой Страны Тут жилья Нормальные И еды Тут вроде Нормальные Давайте Тогда лучше Строителей Потому что Лянз Тут Это Дополнительный Заряд Для Строителя Блин Плюс Вас К здоровью У города Боюсь Лучников Подводить Но Походу Надо Тут Придется Разграбить Чтобы Здоровье Вернулось Слушай Ну должен Ну должен Следующим ходом Мы забирать Должны Короче Тут кучу всего У меня Расфига Ну никак Не кучу Вот Шахт Ага На ртути То есть у меня Минус счастья От ртути ушло Черт А кто там С кем воюет Еще надо глянуть Магадиша Монголия Александрополуса Ну это Видимо Вот тот Город Который Я не вижу Ну что Ееее Взяли Аютхаю Все таки Ну это повезло Точнее не повезло Я ему все юниты Поубивал До этого Но Слава богу Наконец-то Все таки Хевсуры Смогли Пробить Оборону Ну значит Тогда Продолжение Уже в следующей серии Будет Спасибо Что досмотрели До конца Спонсоры канала Кстати могут Продолжение Прямо сейчас Поискать В вкладке Сообщества А для всех остальных Оно уже Выйдет завтра Ну вот Грузинская империя Приобрела Свои нормальные Очертания Дальше У нас уже Только Александр Но Такая территория Я вообще Не очень представляю Как мне тут Его атаковать Мохенджи Доройся Я возьму Она будет По лояльности Отваливаться Не знаю Очень странно Карта сгенерировалась Ладно В следующей серии Уже будем Решать Играйте в умные игры Всем пока Спасибо Что досмотрели До конца Я Алексей Халецкий Тот кто сделал Это видео Пользуясь случаем Хочу попросить Вас поставить лайк Оставить комментарий И поделиться Этим видео Со своими друзьями Или в социальных сетях А также Посмотреть Другие мои видео Ссылки на которые Вы видите сейчас На своем экране Играйте в умные игры И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok